Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Регата Высоцкого, Лукачева, Мясникова. Самарские соревнования по парусному спорту, о которых знают не только в России, но и за рубежом. А начинался яхтинг в Нидерландах в 16 веке. А само слово переводится как «преследовать». В России парусники для забавы появились при Петре Первом. В 1718 году в Санкт-Петербурге был учрежден Невский флот. Прообраз будущих яхт-клубов. Какой он парусный спорт в Самаре сегодня, мастеру спорта расскажет Владимир Каткасов, президент Федерации парусного спорта города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. В Самаре у нас имеется как крестерский флот, так и детские парусные секции, в которых у нас занимаются дети. В этом году наши дети участвовали как во всероссийских соревнованиях, проводимых под эгидой Федерации парусного спорта России, так и в городе Самаре, где проводятся наши соревнования, организуемые как Федерацией парусного спорта города Самары, так и их клубами на территории города Самары. Что касается результатов или успехов, я бы сказал, в наших детей, то есть о чем радоваться, чем гордиться. Наши спортсмены успешно выступают во всероссийских соревнованиях. Это и первенство России в олимпийских классах, и сочинской регаты, регаты в Геленджике. Победителями в этих регатах постоянно являются спортсмены, занимающиеся в нашей секции. Это вот, например, Кривобоков Иван, Кривобоков Семен. Они участвуют стабильно, показывают стабильные результаты, занимаются уже давно. На каких лодках гоняются? Это лодки олимпийского класса «Лазер Стандарт», «Лазер 4.7». Это такие серьезные спортивные снаряды, требующие от спортсменов высокой квалификации, опыта. Ребята показывают и то, и другое, удачно выступают. Что касается наших соревнований, проводимых федерацией, то также участвует большое количество детей. У нас есть их клуб «Волга», который проводит на своей территории эти соревнования. Практически все соревнования, которые у нас заявлены на нашем календаре, проводятся на акватории «Волга». Это затон грязный, напротив, если смотреть со стороны города, это напротив ладьи. А вот если рассказываете о календаре соревнований, расскажите, какие соревнования, сколько их проходило за сезон? В этом сезоне у нас проводились соревнования от открытия сезона в детских видах спорта парусного фердботах. Это первенство чемпионата городского округа Самара. Регата в памяти заслуженного мастера спорта Мясникова, регата Лукачева. Это стандартное соревнование, которое проводится под эгидой Госуниверситета Куаи. И закрытие сезона. Соответственно, все дети, которые занимаются на век-клубе «Волга», занимаются с тренерами, они все участники этих соревнований. В районе 40-50 детей у нас занимаются, постоянно выходят и на тренировки, и на старты наших регат. Возрастная группа, опять же, разная. Мы ее делим на старшие группы в классах яхт, и «Луч», и «Оптимист», и младшие группы. И также для того, чтобы у детей появлялся стимул к занятию этим видом спорта, всяческое поощрение со стороны и проводящей организации, это «Яхклуб Волга», и Федерация парусного спорта. То есть мы вручаем и призы победителям, и поощряем участников иным способом, то есть награждаем их грамотными призами. В начале сезона была пресс-конференция, у вас были планы, цели и задачи. Вот расскажите, что удалось сделать, и если что-то не получилось, в чем проблема? Ну, этот год, он не хуже, чем прошлый. Были проведены все соревнования, которые были заявлены. Что касается наших проблем, это проблема основная, проблема отсутствия городской базы, городского центра, назовем бы так, городского яхт-клуба, который собирал бы и аккумулировал у себя как людей, заинтересованных в развитии этого спорта, и тренеров, и корифеев нашего спорта, так и возможность увеличения детских детей, участвующих, занимающихся в наших секциях, для того, чтобы этот спорт развивался, необходима существенная помощь со стороны города, со стороны комитета. Ту помощь, которая оказывается, она, конечно, нам является хорошим подспорьем, но, конечно, она очень незначительная, и позволяет только проводить вот те соревнования, которые у нас заявлены в календаре. В комитете понимают наши проблемы, но поскольку финансирование очень недостаточное, недостаточно не только нашей федерации, недостаточное для всех остальных, вот, поэтому исходим из того, что имеем. Ну, вот если говорить о городском яхт-клубе, то есть вы сказали, сейчас ребята тренируются за Волгой, где бы вы хотели, чтобы территориально располагался яхт-клуб? У нас историческое место самого яхт-клуба, Самарского яхт-клуба, всегда было, это старая часть города. Если быть совершенно точным, это район Струковского сквера, где он располагался. Это Вилоновский спуск, спуск красноармейский, вот в этой черте. Мы сейчас пытаемся найти понимание и в Министерстве спорта, обращались к министру, и со своей стороны он пообещал всяческое содействие в этом вопросе. Ну, поскольку это территория города, то есть необходимо будет приложить определенные усилия для того, чтобы и через депутатов, и через руководство города уже решить вопрос о возможности создания или постройки вот этого самого яхт-клуба. Где бы располагались наши, соответственно, наши тренировочные базы, это и тренажерные залы, и учебные классы для подготовки, теоретической подготовки яхт-цеменов, и, соответственно, гавань, в которой бы находились в летний период крейсерские яхты. Был нормальный спуск к воде для детских видов спорта, это определенный, под определенным наклоном, слип такой он называется, вот, где бы можно было заниматься безопасно и в то же время квалифицированно занятиями по русским спортом. Что касается, каким образом это сделать, опять же говорю, есть способы и частно-партнерского вот этого самого вид, то есть, когда есть частный какой-то инвестор, который готов вложить денежные средства в развитие этого вида спорта, а, соответственно, город предоставляет такую возможность в виде земельного участка или там каких-то преференций. По-другому сейчас, скорее всего, будет сложно сделать, поскольку финансы очень ограничены, и чисто вот за счет бюджета что-то сделать будет достаточно сложно. Мы сейчас на уровне создания предложения, бизнес-предложения для уже обращения на самый верх, то есть, возможно, придется обращаться и к губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину для того, чтобы можно было действительно поддержать конструктивные предложения, чтобы не с голыми руками, не с пустыми руками, вернее, идти, а идти уже с каким-то буклетом, где можно было бы представить достойно то, что мы хотим видеть как украшение города. Следующий сезон уже наверняка есть календарь соревнований, что интересного будет в следующем году? В следующем сезоне мы в этом году как раз провели работу с частными организациями, которые готовы провести несколько регат, возможно, это будет не одна, там, может быть, две-три, с участием детей, с финансированием этих соревнований. То есть, я так думаю, что на будущий год календарь существенно изменится, изменится, станет интересным и для детей, и для родителей, потому что вот в этом году мы провели соревнования с участием спонсора, которые по итогам этих соревнований вот в скором времени вручат достойные призы детям. И этот спонсор заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с нами. Это был Яхтинг на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорта. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках Горда Эс. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok